Дорогие друзья, давайте поаплодируем друг другу, давайте поаплодируем прекрасно. Дорогие друзья, давайте поаплодируем. Дорогие друзья, давайте поаплодируем. Дон! Дон! Андрасс! Давайте всем поаплодируем товарищем Талакимичем, музыкантом Ивану Гольману. Здравствуйте! Я Талакимич. Я и Фанк. Фанк – это моя вторая фамилия. Я заметил всех тех, кто не аплодировал, когда объявляли меня в номинации. Я не приглашу вас на свой концерт. Я и сам там, походу, и буду. Спасибо всем. Спасибо Jazz FM за то, что оценили релиз Jazz Funky Dorm. Я, честно говоря, был ошеломлен. Потому что оценить меня с джазом в точке зрения – это большой риск. На Jazz FM могут обрушиться много злых комментариев. Но держитесь. Спасибо большое. Не важно! Давайте еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Аминь. 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 Церемония вручения наград в джазовой сфере. Приглашены все джазисты Не только из России А как видите, меня привезли из Украины Для того, чтобы наградить джазовыми наградами Были замечены столы с напитками Наверняка приджазованными Видел мясо, видел сытых, довольных людей Все запомнили Так что следующий раз вы увидите меня на церемонии по хип-хопу Осень на вас как-то влияет, на ваше настроение, на ваши планы? Ну да, осень это моя любимая пора Честно говоря, вы здесь угадали Этот сезон вообще приносит мне плодородный сезон И в эти сезоны у меня в голове очень много интересного всего рождается Но мне кажется, лучшие песни пишутся у вас сегодня Вообще вдохновляет на какие-то новые проекты? Как Пушкина У нас всегда осенью самые большие концерты Самые большие гонорары Конечно вдохновляет Вообще очарование Какие впереди у вас будут новые проекты? Может быть откройте занавес тайны какой-нибудь? Ольге, через несколько дней Ольге сольный концерт в Крокус-Сити-Холе 12 ноября С большим симфоническим оркестром Не с большим, а просто симфоническим Просто симфоническим оркестром, но концерт большой Вот Люди у вас все большой, Алексей Николаевич Просто большой симфонический оркестр Ой, концерт называется Ну почему большой? Потому что музыка большая Большая, красивая музыка Концертная погода Если снег, концертная погода Если ветерок Вообще Тоже? Конечно, осень это как-то... Это вас вообще вдохновляет время года? Я же живу в Грузии, там прекрасно осень, там фантастически чувствуется этот период. Скажите о ваших дальнейших творческих проектах, чем будете удивлять? Слово удивлять я не знаю, как буду оправдывать, но, чтобы сказать музыкально, мне очень интересно... У меня маленькие такие европейские гастроли, и оно заканчивается 15 или 17 или 18 или 20 января. Мне хочется с сыночком побыть месяц хотя бы. А потом у меня такие планы, что я хочу с большим хором и симфоническим оркестром сделать какой-то красивый запись альбома. Очень высоко квалифицированное мероприятие, хорошее. Я много лет слушаю эту станцию, естественно. С начала ее появления много хорошей музыки там услышал. Мероприятие нужное, важное. И очень приятно, что есть такая премия у нас появилась, вместе с тем, что появляются радиостанции, которые ратируют джазовую музыку. Для меня это вдвойне приятно, потому что я на этой музыке воспитывалась, я воспитываю своих студентов на этой музыке, и все будет джаз. Нет, осень меня не вдохновляет. Я человек лета, я люблю очень лето. Осень для меня такая пора, ну вот скорее бы она закончилась осенью. И зима тоже. Весна и лето было бы всегда. Я на подобных концернах бываю не часто. Джаза было больше в моей жизни в детстве. Да, потому что мои двоюродные сестры, они были просто, мягко сказать, фанатами джаза. А ты? Они меня приручили к нему через Бенсона, да, через Джорджа Бенсона меня приручили. И вот, мне нравится в этом мероприятии, что идет номинация песня, что... Разнообразно. Да, да, да. Потому что ухи могли бы замылиться, если бы все время пели, например, и ты бы ценность уже не замечал. Раньше я любила осень. Сейчас я ее люблю еще больше. Почему? Потому что, знаете, когда минус внутри меня соединяется с минусом таким романтичным в осени, получается такой плюс. Что касается группы «Фабрика», да, в этой стезе мы с девочками будем готовить концерт, посвященный 15-летию нашей группы. И мы тут... Там будут сюрпризы, да. К этой творческой работе мы пока не приступили, но уже запланировали дату концерта по поводу моего сольного концерта. Я скоро буду выпускать уже... Я выступаю уже со своими сольными песнями, и скоро выйдет альбом. Ну, в iTunes песни все есть, и сейчас буду уже девятую писать, в общем. Мы тебе желаем удачи, спасибо большое. Спасибо, я вам тоже желаю удачи. Кого вам быть ведущим на таком мероприятии? Да нормально, это обычное дело. Я люблю радиоджаз, я его слушаю. Ребята попросили, сделали это крайне интеллигентно. Со ведущей у меня очаровательной, вот, семья рядом со мной. Ребята, ура! Вот, ну как отказать? Ну вот так, так и и живем. Джаз небезнадежен. Радиоджаз небезнадежен вдвойне, поскольку у него есть такой пласт культуры в использовании. Замечательные люди в зале. Алексей Семенович Козлов, Алексей Алексеевич Кузнецов, Лариса Долина, Анатолий Кролл. Вот, ну вот только вдумайтесь, да? Какие столпы. Моя возрастная группа представлена вот так. Игорь Сандлер, Сергей Мазаев, Вадим Иленкрик в зале. Ну, Леша Белов, вот сейчас вижу. Ну, это вот Дима Четвергов. Какие музыканты у нас есть? С Димкой не виделись лет 25. 24 века не виделись. А ведь знакомы. И знаем хорошо друг друга. А мероприятие сблизило. А мероприятие, напоминаю, дает возможность пообщаться. Это еще одна возможность порадоваться, что у нас с вами есть жаз. Вот такой вот стиль. Вот все, все. Все на полной катушке. А мне было несложно. Мария, красавица. Да? Мы легко с тобой. Все время говорю о тебе. Все время о тебе. Вот. С Нинок Атамадзе познакомился. Я не был знаком. Я ни разу с ней не виделся в жизни. Вот. И убираем какие-то вот... Ну, когда еще? Жизнь такая быстрая, стремительная. Поэтому пользуемся случаем. Радуемся жизни. А Ларисе Долиной мои музыканты играют. Лайт джаз. Не мелочи. Расскажите, как вам сегодняшнее мероприятие? Каково вам получать такую прекрасную награду? Ну, вы знаете что? Я думаю, что, в общем, это определенная заслуга. Столько лет я боролся вообще за создание чего-то своего в нашей стране. И когда клуб, в который меня пригласили замечательные люди, занял первое место, я понял, что вот это и есть победа. Поскольку даже в самом названии, он называется Козлов Клаб, но не джаз-клуб. Дело в том, что понятие джаз сейчас уже не ассоциируется с американской музыкой. Оно у меня ассоциируется с той музыкой, которую делают наши российские музыканты, которые, конечно, владели джазом, но играют уже давным-давно свою российскую импровизационную музыку, которую просто-напросто по привычке считают джазом. Ну, я против этого не имею ничего. Но вот для вас я это раскрываю, эту тайну. Поэтому мне очень приятно, что Козлов Клаб не имеет приставки «Джазовый клуб». А какие вот вообще у вас эмоции самые первые, когда вы слышали, что именно вы выиграли? Ну, вы знаете, это было приятно. Я понял, что вот, я не рассчитывал на это, я даже не знал, что есть такой конкурс. Но мне стало приятно, что вообще, как, что жизнь прожита не зря. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам продвижения в вашем творческом пути. Приходите обязательно в наш клуб. И сейчас я бы хотела объявить номинацию «Открытие года». Приглашаем на сцену народного артиста Российской Федерации, выдающего джазового режиссера, композитора, музыканта и бездельного авторского совета Российского Артистского Общества. Встречайте! Анатолий Ачленович Кров! Анастасия Волков-Рова! Знаешь, что она уступает? И приехали специально сегодня на нашу тренеру. Вот он, наш такой вот мылен. Ранее Анастасия Волков-Рова уже подверждала на теин стоит детская и деревня жаженка. Неджаженых инструментов не бывает. Бывают только неджаженые музыканты. И присутствие этого уникального эксперимента арха и владимир этой арты джанжеры среди себя являются уникальными, потому что методография... Браво, 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 браво! Субтитры подогнал «Симон»!